здравствуйте друзья вы видите мы выезжаем с драйввэя очень симпатичный район вот толик поскольку он тут живет как какого возраста район вообще когда давайте кварталы лет 15 ценовой диапазон вот если допустим что-то продавалось бы вот вот тут скажем там 44 спальни если будет заводом и остановить 800 миллион вот так хорошо а тут участки большие участки пол здесь не маленькие ну по нашим понятиям маленькие полакара то есть что-нибудь 20 соток да здесь нет а тут просто домик вот он продается да он стоит вот этот дом стоит сейчас по моему за я видел на зилу 800 вот с точки зрения удаленности этого места от кремниевой долины вот вы показываем много недвижимости так прямо вот можно сказать самом гадюшники и даже санта-круз который от гадюшника там 40 минут езды вот это место от эпицентра кремниевой долины вот как далеко сан-франциско 50 миль от кремниевой долины в зависимости от места но наверно 70 50 70 миль шарсят миль до хайбарда и потом еще через мусс 10 то есть если бы например дорога была свободная вот как сейчас то проехать 60 миль это допустим час ну то есть пределах часа 15 до то есть до гугла до фейсбука до сан-франциско еще блин но с виноградничек виноградничек да 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 виноградничек черненький весь там винограде все усыпано сейчас мы уже проезжаем через такую 100 старенькую часть вообще это все место было были сады и виноградники раньше как вся калифорния да ну потихоньку вот застроили вот эта церковь кушка была построена у нас это церковь да это 10 лет назад сегодня кстати воскресенье на склады похожи как раз они уже расходятся вот такой вопрос все-таки люди которые здесь живут они большей частью работают в долине что как они вот живут очень очень большой трафик утром слава поэтому можно сказать что очень много людей едут долины в долину или в или в сан-франциско многие что сан-франциско тоже сакрами на дарилов кроме того у нас можно садиться на борт а есть борт по русский метро до час построили от нас две минуты таборта слушай на борт это про и ты сел борт а дальше час и ты в сан-франциско сидит читая книжку или работа бард вообще у нас качество для тех кто не в курсе бард это от слова бы и area rapid transportation ну как бы такое метро там где можно идет по улице а там где нельзя идет под землей у вас в основном снаружи идет правда да ну в сан франциско под землей да потом когда потом проходит под заливом и в районе окланда на той стороне залива выходит на поверхности дальше в основном есть некоторые места когда уходит под землю под горками какими-то на слушай но сан-франциско как бы если ехать например в кремниевую долину или допустим в аэропорт вот парт идет до аэропорта сан-франциско то есть чтобы попасть туда надо все равно сначала попасть в сан-франциско так получается ну и идет прямой из пиццбурга прямой прямо в аэропорт без всякой пересадки проехать надо через мимо станции с пределом часа где-то все от пиццбурга до сан-франциско примерно час так и если в аэропорт еще наверное сколько от сан-франциско ну что же отлично бард довольно чистенько там правда там чистенько просторненько это государственное заведение нечастное там все все шикарно кондиционер вот эта местность отлично до местность которую мы сейчас с вами видим это довольно типичная такая вот местность для скажем так междугородного пространства хотя мы технически в городе вы видите за забором там вот эти комьюнити из из домов здесь не будет магазины лоис холдипа отлично здесь идет невероятными темпами застройка строится новые дома вот вы видите как как это происходит мы сегодня глянем на несколько домиков которые вот так застраиваются но здесь место есть понимаете это не это не сан-франциско это не кремниевая долина это немножко в стороне но вот если вы погодите с людьми которые в нью-йорке где-нибудь да вот где они все живут если идут на работу в нью-йорк вот так мы в некотором смысле приближаемся к этому то есть а там часок отъехал вот и плюс этого места здесь очень хорошая экология да вот тут не просто экология здесь сады здесь мы сегодня заедем правда дельта сакраменто да сакраменто друзья это не только город это река вот то о чем толик сейчас говорит это дельта рик реки сакраменто это можно сказать экологический такой уголок там вот толик у нас любит ловить что ты больше любишь толик ловить осетра или салмана но у нас ловится и осетр и кинг салман и и то и то хорошо разные немножко здоровенные ловится но и осетра можно оставлять между 40 и 60 инчи то есть между метром и полтора метра то есть если рода меньше метра надо отпустить и больше полутора метров тоже надо отпустида а кинг салман ну примерно он 20 паундов в среднем так и 10 килограмм где-нибудь да но это не не то что вот такой а культуренный то есть это абсолютно дикая рыба чистенько речная фактически правда это можно плавать органик органик да там у людей такие плавучие домики катерочки я помните здоровенный катер был да 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 ну стареем решили что не было полегче опытного легче до хлопотно вот но катер хорошего не так спалось там я помню мне больше вот нравилось там ну там были уме там было и спальня и кухня хороший был катер туалет люди которые любят на воде вот они здесь вот видите написано мартинес вот посмотрите по карте что такое мартинес мы сейчас за этим заправимся да да ты как раз круги по магазинчик рядом и тут все новое я просто смотрю понимаешь и обалдею от новизны потому что кремниевая долина там все старое там она построена был не 60 70 лет назад и вот оно такое все но бывает новенькая тоже конечно но но в общем и в целом все старое а здесь все новое